Слава Господу! Церковь, братья и сестры, благословит каждого из нас Господь, как приятно и хорошо находиться в церкви, особенно приятно, когда каждый из нас ощущает благодать Господню, действие Духа Святого. Пусть Господь благословит, чтобы каждый в этом зале, каждый на этом месте присутствовал в служении со своим сердцем, своими мыслями и целиком и полностью, потому что Бог направляет нас. Вы знаете, что Бог желает, чтобы служение Ему было постоянным, так как на небе. Вот на небе оно не перестает. И Писание говорит, мы молимся молитвой, очи наш, да будет царство Твое, как на небе, так и на земле. Служение, это связано с тем, что Бог усмотрел в Твоем и Моем сердце, в Твоей и Моей душе, что-то специальное, с чем Ты можешь прославить имя Господне. Вы знаете, что в служении есть много разных служений, но когда мы говорим о служениях нашему Господу, какие бы служения не были, есть ни одно служение не проходит от определенных атрибутов или от определенных обязанностей. И сегодня я хотел бы взять несколько времени и поговорить за один атрибут, который происходит в каждом служении, без него мы не можем делать ничего. И Писание даже говорит, без меня не можете делать ничего. Я хотел бы поговорить о молитве. Вы знаете, что есть вещи, в Писании нам показывают, которые угодно нашему Господу и Иисусу Христу. Писание об этом говорит, что есть вещи, которые есть угодны. Или по-английски говорит, pleased for our Lord Jesus Christ and God Almighty, our Father. Что интересно, что мы не всегда отдаем отчет тому, что есть вещи, которые приятны нашему Господу. Мы можем найти в Священном Писании место, которое говорит о Давиде, что вот муж по сердцу моему, который исполнил все желания мои. Знаете, я хотел бы говорить сегодня о молитве. Для этого давайте мы откроем место Священного Писания, которое написано, первое послание Тимофею со второй главы. Мы будем читать четыре стиха, которых первые стихи. Я думаю, что многие из нас мы читаем, знаем, о чем говорится. Но давайте мы еще раз внимательно просто посмотрим на эти места Священного Писания. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошение, моление, благодарение за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмящежную во всяком благочестии и чистоте. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Слава нашему Господу! Я буду говорить о трех вещах из первого стиха, на что я хотел бы показать и возбудить в нас внутреннее желание и побуждение, чтобы каждый из нас мы находились в молитве, чтобы каждый из нас мы понимали ответственность молитвы. Потому что апостол Павел, пиша Тимофею, он говорит, «Ибо это хорошо и это угодно Богу нашему». Есть много в жизни вещей, которые мы делаем или совершаем, они приемлемы нам, они угодны нам, но это не всегда угодно Богу. Писание говорит о сеятеле, который посеял семя, и оно упало в разную почву. И там написано, есть одна вещь, которая говорит о том, что заботы житейские заглушили. То есть есть вещи, которые, они противоположно влияют на духовный образ или рост человека. Поэтому каждому из нас нужно обратить внимание. Одно из того, что апостол Павел говорит, истина, и он же говорит, «Исследуйте Писание, ибо через него вы думаете иметь жизнь вечную, оно свидетельствует обо мне». То есть мы в церкви приходим, одна из целей, для чего мы приходим? Для того, чтобы научиться истине. И одна из тонкостей истины, которая говорит апостол Павел, он говорит, «Прежде всего прошу совершать». И он говорит, молитвы. Прежде всего он говорит молитвы. И вы знаете, что в жизни человека есть разное служение. И мы все понимаем, что есть разное служение. Но я думаю, что нет ни одного человека, который, переживая внутри себя, не молился бы. Есть ситуации в жизни, когда мы начинаем молиться. Когда с нами что-то происходит, я, наверное, скажу так, начиная от студентов. Дети, они живут в определенной сфере. Но когда они видят, что их делают родители, как родители их поступают, то первое, что они будут делать, они точно так же будут обращаться к молитве. То есть они будут делать в сложных ситуациях то, что делают или делают их родители. Если мы, у нас в жизни молитва является той сферой жизни, неприемлемой и постоянной, то я скажу вам, что каждый из наших детей, он будет просто... Может быть, у него не будет тех прошений в молитве, может быть, не будет того понимания в молитве, но простая, искренняя детская молитва будет в жизни каждого человека, который проходит через определенные моменты. Когда мы уже взрослеем и начинаем понимать, где лево, где право, у нас молитва, состояние нашей молитвы, оно изменяется. Изменяется в том, что мы понимаем отчетность и зависимость. Что если Господь не вступится, то если Господь не возжаждет, если Господь не благоволит, то напрасно все наши старания. И студенты в школе могут сказать, да, они стараются, но перед экзаменом, перед тестом, перед какими-то ответственностями, а на них приходит определенный мандраж или страх, когда они начинают что? Молиться. Я говорю о тех людях, которые есть в церкви, я не говорю о мире. Хотя и мир, который почитает Бога, тоже молится и призывает имя Господне. Поэтому молитва достаточно важна. Для нас, тех, которые уже постарше стал и перешел вот эти моменты, молитва должна быть постоянством. Потому что Библия показывает и говорит нам о том, что люди были в служении, для которых молитва это было служение. Одно из таких служений, место священного Писания нам показывает вдова лет 84, которая не отходила постом и молитвою от храма. Это было ее служение. Вопрос стоит, за что же она молилась? О чем она молилась? Что можно было на продолжение всего этого времени вымаливать? Или о чем нужно было молиться? Но Писание нам не говорит, но указывает, что она постом и молитвою. Вы знаете, если посмотреть в историю, то Писание говорит, что израильский народ жил в обетовании. Они всегда были в обетовании. Авраам, когда вышел из Ур, он и шел, и он шел в обетовании. Бог обещал ему новую землю. И он и шел в эту новую землю. Когда они вышли из Египта, Моисей сказал, что вам Бог даст пророка, который даст спасение. Его слушайте. То есть был промежуток, когда они ожидали Мессию, который придет на землю. И вы знаете, есть одна возможность просто ожидать, а есть возможность в ожидании молиться. Я понимаю, что эта вдова, она постом и молитвою молила, чтобы в Израиль пришел Мессия, чтобы пришло искупление. Мы видим, что Симеон, он тоже приходил и молился. Когда он увидел лицо Иисуса Христа, он сказал, ныне отпускаешь раба твоего с миром, ибо видели очи мои спасители мира. То есть он приходил, он молился, он ожидал в своих молитвах, он ожидал избавления, он ожидал Мессию. Вот о чем начинается служение каждого человека, который взрослеет и понимает ответственность молитвы. Он должен иметь молитвенное сердце, молитвенные уста. И вы знаете, что к этому относятся все живущие на земле. Писание показывает нам старца, показывает вдову. Писание показывает другие места священного писания, которые говорят о молитве. Одно из вещей, когда Петр был в темнице, Писание говорит, что церковь прилежно молилась. Когда Петр находился один, то он что делал? Он тоже молился. Иисус Христос показывает нам на протяжении всего священного писания, удалялся для постоянной молитвы. Это было частью его жизни. Корнилий, которому пришло спасение язычник, он тоже имел добрые дела и молился. И Бог послал ангела в видение ему. Это говорит о том, что молитва – важный фактор в жизни каждого человека. Особенно жизненный фактор каждого христианина. Потому что в молитве у нас есть ответственность. И апостол Павел говорит каждому христианину прежде всего, прежде всего. И вот три типа молитвы, на которых я хотел бы обратить внимание. Одна из молитв – молитвы прошения. Я думаю, что когда мы просто автоматически читаем английское слово supplication – молитвы прошения. Вы знаете, что у нас у всех есть потребности и нужды. Но каждый из нас имеет разный характер и разный подход. Когда идет молитва прошения, или о чем здесь идет речь, о молитве прошения, есть определенная сфера человека, когда он что-то просит. Мы, когда нам что-то нужно, мы к этому готовимся. И мы не приходим и не говорим просто «дай нам». Мы приходим под определенной формой. Формой, чтобы нам получить ответ на наше прошение. То есть мы что-то желаем сделать и расположить, чтобы пришел ответ в мою жизнь. Апостол Павел говорит Тимофею, говорит, я хочу, чтобы совершались молитвы прошения. А для того, чтобы молитва прошения была отвечена, нужен определенный подход. Почему он назвал это именно молитва прошения? Потому что он понимал, что в прошении прежде всего человеку нужно смириться. Перед тем, как просить, человеку нужно смириться. Что значит смириться? Это оставить все свои амбиции, которые есть у тебя. Вот знаете, если мы имеем определенные достижения, отеленные успехи, то молитва прошения ни в какой гордости, ни в каких надмениях, она не может быть услышана. Потому что молитва прошения, это относится к тому моменту, когда человек смирает с себя. Она относится к тому моменту, когда человек будет неотъемлемо просить без остановки, потому что это необходимо ему в жизни. Но первый факт, на который я хотел бы обратить внимание, а молитва прошения относится к моему характеру, к мне лично, к моему подходу. Когда мы приходим при лицо Божие, как мы подходим к этому? Мы подходим, мы ходим пред Богом постоянно. Но какая наша жизнь в этом? Я просто сказал, Господь благослови, или я действительно смирил свое сердце пред Ним? Я действительно смирился пред Ним? Это относится к поведению человека. Это относится к этикету человека. Это относится к моему характеру, моему ежедневному моменту жизни, как я себя веду. Вы знаете, что вы можете сказать определенный ответ. Когда мы в нашей семье из-за поведения наших детей, мы имели какие-то направления или что-то сделать, но из-за их поведения мы отказали во всем том, что было, что мы обещали им. Может быть, это был какой-то парк, или может быть какая-то экскурсия, или что-то посещение. Но из-за их поведения они не получили просимого или желаемого. Вы знаете, что наше жизненное поведение, повседневное поведение, оно говорит о плодах нашей постоянной жизни. Мы можем смириться и сделать образ смирения перед каждым человеком и умолять Бога и просить. Но этот человек может подумать, что я точно так, как подумал Ильей. Женщина, пойди отразвись. Но Бог видит искренность этого моления. Мы можем обнурить или обмануть каждого из нас, человека, но мы не можем обмануть Бога. Бог знает наше смирение, нашу потребность и нашу нужду. Итак, первое в нашей жизни должно быть, когда мы молимся, это личный подход пред нашей молитвой. Какое мое состояние? Я молюсь, потому что все молятся? Я прошу, потому что все просят? Я делаю, потому что это такая культура? Я делаю, потому что я отношусь к христианству? Или я делаю, потому что я действительно боюсь Бога? Потому что при лицом Господней начало мудрости – это страх Господен. Итак, каждая молитва в твоей и моей жизни, она не только начинается в два часа воскресного служения, когда она сопровождается всем твоим повседневным хождением. И поэтому Бог говорит, прежде чем оно вышло у вас на устах, я уже знаю, какое у вас прошение. Потому что жизнь твоя показывает твое прошение, твое моление. Итак, молитва, моление – это не просто высказанные слова, это состояние человека и его повседневное хождение. Следующая молитва, о которой апостол Павел обращает внимание, он говорит, молитва – моление. То прошение мы говорили, а то молитва – моление. Вы знаете, что разновидность этой молитвы, когда вот так читаешь в русском языке, она вроде бы просто, но моление, оригинально оно звучит как прошение за другого человека. Или умолять за кого-то. Вот помните историю Авраама, когда он и шел с мужьями, которые явились ему, и он шел к направлению к Лото. Это было Содом и Гамора. И он шел к направлению Лото, и он стал с ними говорить. И он говорит, владыка, не разгневайся, если там будет столько-то человек, ты спасешь? Это показывает нам образно молитву Авраама. Вы знаете, что он был не отступен до последнего, надеясь на праведность человека. Он и шел и говорил, может там 50, ну может быть 30, а может быть 10. Не прогневайся, владыка. Вы знаете, что в нашей жизни Бог положил ответственность на церковь, потому что церковь есть врата утверждения истины. Это столби утверждения истины. Это церковь. И на церковь Бог положил определенную ответственность. Иоанн пишет и говорит, если ты видишь брата согрешающего не к смерти, то что? Молись, и что останется? И Бог даст ему жизнь. Это ответственность церкви. Иисус Христос, молясь в Едемском саду, он молился за своих учеников, и он говорил, отче, тех, которых ты мне дал, я сохранил. То есть, то служение, которое ты мне верил, я был верен в этом служении. Ты мне их дал, и я сохранил. Церковь дорогая, как насчет нас? Бог вручил нам молитву. И эта молитва не просто так. Это духовная борьба в духовном мире. Это не просто служение. Это исполнение священного писания. Дальше Иисус Христос молится и говорит, отче, я прошу, дабы они были едины. И он продолжает молитву и говорит им, отче, сохрани их от мира. И продолжает, он говорит, и говорит такие слова. Не только я молюсь за них, но я молюсь и за тех, кто поверит по слову их. Слава нашему Господу. Вы знаете, что мы на этом месте, благодаря тому, что наш Иисус Христос молился в Едемском саду. За нас его молитва, его жертва, его страдания, его воскресение. Мы здесь, потому что он. Потому что он был верен своему служению, которое он принял. Потому что он, придя на эту землю, исполнил свое служение. Смотрите, апостол Павел говорит, братья и сестры, церковь, Тимофея, и он обращается, молись, ибо такое служение благоугодно нашему Господу. Я не знаю, как мы подходим к серьезности молитвы, но я хотел бы, чтобы мы обновили наши сердца, чтобы мы обновили наш разум. Мы обновили, чтобы наши уста, они не молчали. Наше хождение, оно не было просто так. Но мы были, пребывали в постоянной молитве. Молитва, моление. Это молитва, когда ты молишься за другого человека. Когда ты встаешь и молишься просто за потребность или нужду твоего брата, сестры, соседа, или просто человека. Вы скажете, ну а зачем молиться? Зачем молиться за кого-то? Вы знаете, почему нужна молитва? Третий стих, четвертый стих, он отвечает. Потому что Бог, четвертый стих говорит так, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Молиться нужно не потому, что мне это необходимо, а это не только необходимо мне, это еще необходимо и другим людям. Вы знаете, что благодаря молитве церкви производится, в духовном мире происходят действия, которые внешне физическому глазу человека неизвестны и непонятны и невидимы. И мы можем видеть это из священного Писания, когда Писание нам показывает вещи, которые просто физически человек не мог видеть. Но когда открылись духовные глаза, он увидел. Валаам увидел ангела, когда открылись его глаза. Когда открылись, когда ослица заговорила. Вы знаете, есть вещи, когда Бог начинает открывать духовные глаза, и мы видим. Поэтому молитва, которая существует, есть молитва прошения, это состояние человека, состояние его жизни. Вторая молитва, это молитва моления, когда мы молимся за других людей, за других человеков. Есть третья сфера молитвы, о которой апостол Павел говорит. Он говорит, молитва благодарения за всех человеков. Вы знаете, что Бог положил такую ответственность на церковь, чтобы мы молились за всех человеков. Но оригинал звучит этого места, если бы мы сегодня посмотрели, я переведу таким образом, или предоставлю таким образом. Благодарение, молитвы благодарения, когда мы просто восхваляем Бога. Вы знаете, почему Бог сказал о Давиде, что он муж по сердцу? Потому что он не только искал Бога с ранней зари, но он не только вступался, посмотрите, в жизни Давида соответствуют все три образа молитвы. Прежде всего, состояние его сердца, состояние его было, он говорит, с ранней зари буду искать тебя. Второе, когда он услышал о том, как Галияв поносит Израиля, он говорит, как этот необрезанный может это делать? Я пойду и вступлюсь за Бога Израилева. Почему? Это была духовная борьба. Сегодня каждому из нас иногда нам приходится вступать в духовную битву. Не просто физически бросать какие-то камни, а молитвою, молитвою, молитвою. Это образ, который Давид показывает, то он вступился в молитвою за Израиля, молитвою за моление за других человеков. Ему не нравилось, как этот человек может поносить, как он может. И третье, что было, он говорит, что буду хвалить тебя непрестанно, буду славить тебя непрестанно. Он исполнял те благодарения перед лицом Божьим, у него была ответственность, и поэтому Бог сказал, что муж по сердцу. Оригинал этого слова «благодарение со всех человеком» он звучит таким образом. «Возносить хвалу Бога вместо всех людей». Вы знаете, что есть люди, которые не принимают Бога и никогда не воздадут Богу хвалу. Но Бог хочет, чтобы хвалу моего воздали вместо тех людей, которые не воздают хвалу. Поэтому ответственность на нас, братья и сестры, есть большая и великая. Мы не только можем молиться, мы не только можем иметь состояние не только просить за других человеков. У нас обязанность еще воздавать Богу хвалу за тех людей, которые не воздают Богу хвалу. Потому что Бог, Он достоин хвалы. И Писание говорит, своей славы я не отдам никому. Он достоин хвалы. И Давид достаточно много описывает о хвале и благодарении живому Богу. Он говорит, что буду хвалить Тебя во все дни жизни. Буду воздавать Тебя хвалу во всякое время. Он говорит о том состоянии своего сердца. Он говорит о том, что Он исполняет и о том, что Он делает. Итак, дорогие братья и сестры, у нас есть с вами ответственность. И от этой ответственности зависит жизнь и состояние жизни не только нас, но и других людей. Смотрите, что говорит Писание. Второй стих. Он говорит, за царей и за всех начальствующих. Прежде всего, за всех человеков. Это первый стих говорит, за всех человеков, за всех живущих. Но Он говорит, за царей. Там, смотрите, не написано, какое состояние царя или каким он должен быть. Но читающий Библию мы разумеем. Библия говорит нам, что нет власти не от Бога, а всякая власть от Бога. Будь он верующий, не верующий, соблюдающий, не соблюдающий. Если мы имеем обязанность молиться за всех царей, за всех начальствующих. Даже тогда, когда они не поступают так, как мы хотели. Но смотрите, что продолжает. Дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную. Оказывается, из-за состояния молитвы церкви, народа Божьего, есть определенное состояние внутри государства. Когда мы молимся за царей, когда мы молимся за начальствующих, в духовном мире что-то происходит. И что-то происходит во благо человеку, во физическое благо человеку. Поэтому мы не просто так молимся, потому что мы нуждаемся. Мы молимся, чтобы благословение через Сына Божьего, Иисуса Христа, пришло на весь мир, на всех человеков. Потому что Он не желает смерти грешника, но Он желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И в этом есть ответственность церкви. И ответственность начинается через молитву церкви, через состояние и моление народа Божьего. У нас моление должно быть не только за своих родных и в своих семьях. У нас есть ответственность за весь мир. Поэтому Иисус Христос сказал, что церковь есть столб и утверждение истины. Мы идем с вами к молитве. Но, молясь в Едемском саду, Иисус Христос произнес слова, через которое сила этого слова сегодня воздействует на каждого из нас. Он сказал, «Отче, я молю и за тех, кто поверит слову их». Дорогой брат и сестра, можешь ли ты поверить слову апостола Павла, который обращается к Тимофею и говорит, «Прежде всего, прошу совершать молитвы прошения, моления, благодарения за всех человеков». Иисус Христос сказал, кто поверит по слову их. Я сегодня хотел бы, чтобы мы как церковь поверили в силу молитвы через Слово Божие и его обетование. В этом есть обетование. Когда церковь молится, в духовном мире происходит неизримая часть. Иисус Христос говорит, может быть, вы не знаете, о чем молиться. Апостол Павел говорит, может быть, вы не знаете, о чем молиться или как молиться. Бог дал нам Дух Святой, который ходатайствует за нам воздыханием, неизреченным. Слава нашему Господу. Только ты должен открыть уста свои, и он наполнит. Ты должен открыть уста свои, и он наполнит. Одно маленькое свидетельство я говорил с одним братом, который засвидетельствовал, говорит, он не относит себя ни к проповедникам, он просто, как многие из нас, он просто ехал на дороге, встретился с человеком, человек, который хотел покончить жизнь самоубийством. И Бог, он говорит, я услышал просто слово, скажи ему. И говорит, я начал сопротивляться внутри меня, что я могу сказать? Я не проповедник, я не знаю. И он говорит, я услышал второй голос, который говорит, а ты открой уста. И говорит, я открыл уста и начал говорить. Следующий момент картины, который восплыл передо мною, говорит, этот человек, когда я пришел, говорит, я не знаю, что я говорил, как я говорил, не все я помню, но когда, говорит, я просто остановился, этот человек плакал, этот человек каялся, этот человек призывал свою жизнь Бога и восхвалял его имя. Церковь, дорогая, не всегда у нас есть молитвенное уста, не всегда у нас есть на это на сердце, но я знаю, что в твоем и моем сердце есть Дух Святой, слава Ему. Я знаю, что когда Он что-то говорит твоему сердцу, твои уста, они не будут молчать. Я сегодня призываю нас к молитве, давайте мы преклонимся, и как Церковь Божия откроем свое сердце, откроем свои уста и дадим волю благодати Господне. Аллилуйя!